Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о едином федеральном информационном реестре. Я голосовал против. И вот почему. Потому что, на мой взгляд, это противоречит 24 статье Конституции, где говорится об информационной политике государства в отношении граждан. Что это не может быть введено в единый там реестр без согласия гражданина. А закон именно это и предполагает. Далее это противоречит также поручению президента Российской Федерации от 26 апреля 2017 года правительствовать. И также говорится о том, что эти базы должны быть разъединены. И информация должна обрабатываться ровно столько, сколько необходимо для получения той или иной услуги, которая принадлежит граждан. Необходима для граждан. Вот поэтому, соответственно, это противоречит этим двум основополагающим документам. Кроме всего прочего, надо заметить, что почему этот закон проходил без обсуждения граждан. Ну, должны бы сделать были парламентские слушания. Потому что это серьезный закон. Касается каждого абсолютно гражданина. Почему надо было так спешить, что нельзя провести слушание? Наверное, это касается каждого гражданина. Они должны были высказать свое мнение в этом отношении. Пускай послушают, о чем идет речь. Третье. Почему это хранится только в налоговой службе? Ну, ладно, еще наши, так сказать, правоохранительные органы. Они и так знают все. Но нет, это хранится в налоговой службе для того, чтобы каждого учесть настолько, что, не дай бог, он копейку какую-то возьмет. Да, может, за олигархами лучше последите. За время пандемии у нас олигархов увеличилось. Миллиардеры увеличились. Но это никого не интересует. Важно очень, не дай бог, какая-нибудь уборщица, которая подъезды моет, или репетитор скроет три копейки от государства. Вот за этим он нужен. И активистик против.